Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Это вторая часть мастер класса по вязанию детской теплой шапки с косами. Вяжем мы из пряжи Alize Baby Wool в три нити на круговых спицах четвертого и пятого размера. Более подробно о материалах и инструментах я рассказала в первом уроке, кто еще его не видел, ссылка будет внизу под видео, переходите, начинайте вязать. Шапки действительно получились классные, мягкие, удобные и очень теплые, вяжите, не пожалеете. Итак, в первом уроке мы с Вами связали резинку с отворотом и основную часть шапки с косами. Остановились мы в тот момент, когда пора начинать делать убавки. Итак, поехали, начинаем делать убавки. Напоминаю, что в зеленой шапке у меня идет тридцатый ряд и перекрещивание я сейчас делаю налево, как в десятом ряду. Если Вы вяжете размер поменьше, как у розовой шапки, у Вас это будет двадцать пятый ряд и перекрещивать петли Вам нужно направо. Снимаем пять петель на дополнительную спицу, с основной спицы вяжем две петли вместе лицевой, затем еще три петли, с дополнительной спицы две петли провязываем вместе, а дальше три петли вяжем лицевыми. И осталось провязать пять петель с основной спицей. Здесь мы первые две петли провязываем вместе и вяжем оставшиеся три петли. В итоге у нас осталось в раппорте двенадцать петель. Давайте повторим еще раз. Снимаем на дополнительную спицу пять петель, вяжем с основной спицы две петли вместе и три петли провязываем по одной. С дополнительной спицы первые две петли вяжем вместе, затем провязываем три петли лицевыми. И снова с основной спицы две петли вместе и три петли провязываем по одной лицевыми. Следующее перекрещивание будем делать через три ряда, то есть у нас шло по пять петель, мы делали перекрещивание в каждом пятом ряду. Теперь по четыре петли, значит и перекрещивание будем делать в четвертом ряду. У меня идет тридцать четвертый ряд, делаем перекрещивание вправо. Первые две петли провязываем лицевыми, а следующие две петли вяжем вместе, получилось три петли. Следующие четыре петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. С основной спицы провязываем две петли вместе, затем вяжем две петли лицевыми. Здесь также осталось три петли. Передвигаем петли по дополнительной спице, первые две петли провязываем вместе и еще две петли вяжем по одной лицевыми. Итого в раппорте остается девять петель. Давайте повторим еще один раппорт вместе. Первые две петли вяжем по одной, а дальше будет убавка. Заметили, мы их вяжем в таких местах, где они попадут в складочку и их не будет видно. Провязываем эти две петли вместе, дальше оставляем четыре петли за работой. С основной спицы провязываем убавку, две лицевых и с дополнительной спицы точно так же. Сначала две петли вместе, затем две лицевых по одной. И так как в этом раппорте у нас осталось три раза по три петли, следующую убавку будем делать через два ряда в третьем, это у нас тридцать седьмой ряд. Три петли снимаем на дополнительную спицу, провязываем две петли вместе и еще одну лицевую. У нас остается по две петли. С дополнительной спицы так же провязываем две петли вместе и одна лицевая. И с основной спицы две вместе, одна лицевая. Итого раппорт остается из шести петель. Две петли оставили вместе перед работой. Делаем убавку и вяжем одну лицевую с основной спицы. Затем провязываем две петли с дополнительной спицы и одну лицевую, и снова с основной спицы сделали убавку и провязали одну лицевую петлю. Так как у нас в раппорте теперь остается три раза по две петли, значит сейчас один ряд провязываем лицевыми петлями и в тридцать девятом ряду встречаемся снова. Итак, это тридцать девятый ряд, у нас остается на спицах 60 петель. Сейчас нам надо провязать все петли по две вместе. Следующий ряд вяжем снова все лицевые петли. Это сорок первый ряд, на спицах осталось 30 петель. И в этом ряду сделаем убавки еще раз. Провязываем все петли по две вместе. Итого останется 15 петель. В этом месте можно перейти на чулочные спицы, либо распределить петли на спицах вот таким образом. Оставляем петли из лески с двух сторон и продолжаем вязать. В итоге у нас получается вот такая макушка, которую мы сейчас соберем и закроем. обрезаем нить и при помощи крючка продеваем нить в каждую из петель. в каждую изнаночную сторону. Делаем там узелок. Для закрепления макушки пройдем по крайним петлям еще раз и хорошо закрепим нить. Затем берем металлическую иглу и надежно пришиваем помпон на макушке. Чтобы спрятать начальный хвостик нити, по одной нити вдеваем в иглу и вот таким образом с внутренней стороны от ворота заводим их вдоль косички. Каждую из нитей прячем в разных косичках. Для шапок я еще добавила завязки. Как они вяжутся, смотрите отдельный урок шкатулки полезностей. Вся информация в описании. На этом наш мастер класс подошел к концу. Уверена, у Вас получится связать такие шапки для своих малышек. Про муфточки расскажу в следующем видео. Вяжите со мной, вяжите лучше меня, а главное вяжите с удовольствием. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.